Нет, у меня вообще 50 лет готовил все материалы. Участники в этом очень большие люди. Это Сбербанк помогал им. Все знают, книги имеют возрождающие действия. Я в начальник лагеря, привозят детей. В 13 лет уже наркоманы. Еще из месяца ребенка не узнают. Спрашивают, как? Приезжает он профессор, психологист. Директор Кестинского института, словно она прилетела. И увидят, встаем рано в 5 утра, где-то искупались, поработали. Все с молитвой, священник приходит, все с Богом. Что мы куплены Христом, кровью Его. Мы себе не принадлежим. Мы не имеем права так жить, как живем. Мы все время должны совершенствоваться во Христе, в ближемый Духом Святым. В каждом видеть не врага, а тот, который может мне помочь, а я ему эту коротенькую жизнь облагородить. Вот Кашпура сейчас там потрели, поэтому у него нашел стихотворение прям... У Кашпурова? Да. Здесь 3467 моих стихотворений. Поэтому мне все это дорого. Он коснулся заброшенного дома, деревни. А сегодня 17 тысяч, все, в России погибли. А мы взяли землю и с нуля восстанавливаем поселение. То есть конкретно вот вопрос, я слово «проблемы» не употребляю умышленно, не люблю его. И как это делать? Это делать нужно с Богом, с молитвой. И тогда жизнь, она облагороженная Духом Святой делается, совершенно не похожа на вчерашний день. Враги, ну даже что враги, меня садили, а ко мне сотрудники КГБ приезжают, клинику берут, кто судил, все, я приезжаю. Почему? А мы молились. И Бог это так все разгладил. Я за рубежом был, в Вашингтоне, голос Америки выступал, и спрашивает, а как Вам КГБ помешало? Мне? Никак. Они меня просто известным сделали, и все. И знаете, а Вы что в Ставропольском крае-то делаете? В Ставропольском крае-то едем по библиотекам. Вчера мы в столице Вашей были, а до этого Ростов-на-Дону, и по порядку идем. А до этого мы прошли и Германию, и Польшу, и Венгрию, и Румынию. То есть везде центральной национальной библиотеки. А в прошлом году мы дошли до Владивостока. Сегодня настолько для людей необычны. Это понятно, что я 9 лет не вылазил из-за компьютера, сам набирал. Ой, это же большой труд. Ой, и сам Мерска занимался еще. Видите, мы сегодня ночевали где-то в лесополосе. Там прошел дождь, грязь, мы кое-как очистились. И едем мы с любовью, что эти книги кому-то послужат поспасивами. А в храме почему не остановились? А в храме уже подарены. У меня целая пачка. А, вы это сами отцу Игоря, да? Вот нет, мы здесь снег не будем. Надо показать. Хочу показать просто. А у вас ксерокс есть, нет? Есть. Если можно, можно снять вот все от нас. Ну, это наша Алтайская правда. Сейчас вышло. Статья. Так. Там, наверное, сейчас покажу. Спасибо.